Добрый день дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ в эфире еженедельная программа Диалог с властью, меня зовут Дарья Сударева Сегодня обсудим, куда пойдут деньги из регионального бюджета в 2020 году Какие меры поддержки существуют для ульяновских предпринимателей Представлю наших гостей, это Екатерина Владимировна Буцкая, министр финансов Ульяновской области Здравствуйте Николай Васильевич Зонтов, исполняющий Маргарита Сергеевна Еварестова, замминистра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Добрый день Дорогие зрители, если у вас возникли вопросы к нашим гостям Померен нашего диалога, пишите их к нам в Viber, номер увидите на своих экранах Я его продублирую 8 927 814 05 99 Ну что ж, начнем Несколько месяцев до окончания 2019 года Это самая активная пора подготовки к бюджету К планированию бюджета на 2020 год и 2021 Проект бюджета уже одобрен членами правительства и внесен в законодательное собрание Поэтому, Екатерина Владимировна, вопрос к вам Расскажите, пожалуйста, на что вы ориентировались при формировании бюджета Да, действительно, 30 сентября на заседании правительства бюджет был единогласно одобрен членами правительства Направлен на законодательное собрание Ульяновской области А вообще, конечно, работа над бюджетом началась еще в мае месяце И здесь большая работа велась именно по формированию доходных источников И большая работа проводилась совместно с Управлением Федеральной налоговой службы По каждому доходному источнику С администраторами доходных источников Ну и, конечно, представлялись заявки от наших отраслей И данные заявки рассматривались очень скрупулезно Для того, чтобы все изменения законодательства учесть Для того, чтобы учесть все основные документы В соответствии с которыми мы должны сформировать бюджет на 2020 год И плановый период, конечно, 2021-2022 годов Но хотелось бы отметить, что, конечно, главным основным документом При формировании бюджета являются основные направления налоговой и бюджетной политики То есть это очень такой объемный, важный документ Где прописываются все приоритеты, которые выстраиваются в бюджете 2020 года Кроме основных направлений налоговой и бюджетной политики Для расчета именно доходных источников является прогноз социально-экономического развития И он у нас взят за основу базовый вариант прогноза социально-экономического развития Соответственно, здесь рассчитывались и такие доходные источники, как прибыль Согласно темпу роста прибыли прибыльных предприятий И фонд оплаты труда для расчета налога на доходы физических лиц Ну и, конечно, рассчитываются у нас и по упрощенной системе налогообложения Соответственно, доходный источник взятый с ростом оборота розничной торговли То есть вот такие важные экономические показатели Которые также лежат в расчете при формировании бюджета Важным основным документом являлся, конечно, указ президента О национальных целях и стратегических задачах до 2024 года И, конечно же, реализация национальных проектов Она сейчас широко идет уже в 2019 году Но проекты носят такой длительный характер до 2024 года И здесь нужно отметить, что, конечно, в плановом периоде Они должны были найти свое отражение Конечно, это и указ 597-й непосредственно по заработной плате 2012 года Это заработная плата наших отдельных категорий работников бюджетной сферы Это учителя, воспитатели, врачи, социальные работники, работники культуры Где для них установлены определенные показатели по заработной плате И мы, конечно, должны это обязательно учесть в бюджете 2020 года Конечно, учитывалась и индексация других категорий С 1 октября в бюджете 2020 года предусмотрена индексация заработной платы Других работников бюджетной сферы на 3,8% Это коснется 24 тысяч человек работников бюджетной сферы И дополнительно мы предусматриваем 174,6 миллиона на эти цели Кроме того, вы уже, я думаю, слышали, что с 1 января 2020 года Минимальный размер оплаты труда повышается до 12 130 рублей И это, в общем-то, коснется 19 тысяч наших работников бюджетной сферы Что потребует, и в бюджете уже заложено, 250,7 миллиона рублей Конечно, будет проиндексирована не только заработная плата Но мы традиционно все наши социальные выплаты тоже индексируем на уровень инфляции Поэтому с 1 февраля будут проиндексированы и социальные выплаты на 3,8% И получателями этих выплат является 266 тысяч человек Соответственно, дополнительно мы предусматриваем в бюджете 2020 года 230 миллионов рублей То есть, вот такие основные подходы, которые легли в основу формирования бюджета Вот те основные документы, которые, в общем-то, являются основой для формирования бюджета Это вот явилось самым главным Какие можно выделить особенности бюджета? И прошлогодние бюджеты говорилось, что это больше направлено на социальное развитие области В следующем году каковы параметры? Да, вообще хотелось бы в целом озвучить все-таки параметры Что доходы составили 64 миллиарда рублей Это плюсом 1,5 миллиарда к бюджету начальному 2019 года И расходы составляют 61,3 миллиарда рублей Это плюсом 2,8 миллиарда к бюджету этого года Дефицит составляет 900 миллионов рублей А в целом хочу сказать, что социальная направленность бюджета сохраняется И более 70% это все-таки расходы на наши социальные отрасли Это образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт Социальная защита, это и финансовая помощь муниципальным образованиям Хотелось бы отметить, что сохраняется программность бюджета У нас становится 21 программа, то есть в этом году действует 19 программ Со следующего года у нас появляется новая программа Это научно-технологического развития программа И программа занятости населения выводится в отдельную программу Появляются две новые программы Только вот на программный бюджет у нас уходит более 59 миллиардов То есть практически вы видите, что бюджет практически 97% в программном формате Конечно, хотелось бы отметить, что кроме социальной направленности У нас большие средства выделяются на реальный сектор экономики При этом отмечается большой рост по сравнению с этим годом То есть если в этом году на реальный сектор экономики направляется 13% всех расходов То на следующий год это 20% То есть это довольно-таки большой удельный вес И 12,2 миллиарда в абсолютной сумме у нас направляется на реальный сектор экономики Хотелось бы отметить, что у нас полностью предусматриваются страховые износы На медицинское страхование, на обязательное медицинское страхование Это 5,2 миллиарда рублей или с ростом к этому году 171,6 миллиона И, конечно, у нас защищенной статьей являются расходы на дорожный фонд Это порядка более 6 миллиардов рублей И прирост составляет 14-13 миллионов рублей То есть мы видим, что большие средства закладываются на развитие Порядка 14 миллиардов закладывается только на развитие отраслей На укрепление материально-технической базы Также будет продолжена финансовая помощь наше муниципальное образование Это 16,7 миллиарда рублей, что составляет 27% удельного веса в расходах бюджета Но и, как мы уже говорили, большая роль играет софинансирование реализации национальных проектов Здесь мы предусматриваем 3,6 миллиарда, то есть практически 1,5 миллиарда плюсом К софинансированию этого года И это очень важно Расскажите дальнейшую судьбу, можно так сказать, документа Когда его уже будут рассматривать в первых и вторых чтениях в законодательном собрании? Да, действительно, сейчас уже ведется большая работа Начнут работать комитеты И в первом чтении рассмотрение бюджета планируется на 23 октября А, соответственно, второе чтение на 20 ноября То есть мы надеемся, что плодотворная работа с депутатами Даст возможность нам качественно принять бюджет в законодательном собрании Ульяновской области Спасибо большое, Екатерина Владимировна Естественно, львиная доля средств у нас будет направлена на реализацию национальных проектов Об одном из них мы сегодня поговорим Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» И поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы Этому у нас проекту будет посвящен вся следующая неделя разного мероприятия Первый вопрос, расскажите, пожалуйста, в чем суть подобного национального проекта И какие региональные программы, подпрограммы реализуются у нас в Ульяновской области в этом году? Вообще национальный проект включает в себя 5 подразделов, 5 федеральных проектов Все 5 федеральных проектов реализуются на территории Ульяновской области Это проекты улучшения условий ведения предпринимательской деятельности Проект акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства Проект популяризации предпринимательства Проект расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке И создание системы поддержки фермеров и развития сельскохозяйственной кооперации Здесь, наверное, следует отметить то, что один из этих проектов, популяризация предпринимательства, курирует не федеральные органы государственной власти, а общероссийская общественная организация «Опора России». Таким образом устанавливается взаимосвязь между властью и бизнесом. Проект направлен на активный рост малого и среднего предпринимательства, естественно, которое невозможно без данного взаимодействия. Проект сложный, конечно, реализовать его непросто. Если вкратце по каждому из них, то улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Цель проекта – это снижение административной нагрузки на малое предприятие, расширение имущественной поддержки субъектам бизнеса и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Акселерация субъектов направлена на снижение издержек по созданию бизнеса, содействие выхода субъектам малого и среднего предпринимательства на экспорт на внешние рынки и развитие комплекса услуг, предоставляемых малому и среднему бизнесу, в частности, центры «Мой бизнес». Популяризация предпринимательства – это проект, направленный в целом на популяризацию данного вида деятельности, на создание положительного образа предпринимателя и вовлечение в предпринимательство различных категорий граждан. Ну и, соответственно, расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовой поддержке – это все взаимосвязано с названием. Это упрощение доступа к льготному финансированию, увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектом малого и среднего бизнеса. Ну, по созданию системы поддержки фермеров, Баргарита Сергеевна подробнее расскажет, остановится на этом проекте. Если можно, я добавлю. Вот ко всем мерам поддержки, которые у нас до этого в Ульяновской области, до реализации национальных проектов действовали, их очень много, я не расскажу об этом. Конечно, вот с 2019 года стартовал приоритетный национальный проект наш – это создание системы поддержки фермеров, развитие сельской кооперации. Это тоже проектное управление. Ульяновская область, как бы уже в качестве пилотного региона, на проектное управление развитием аграрного производства перешла в 2016 году. Мы накопили некий опыт, и вот то поддержка, которая сегодня плюс к областной, идет с федерального центра, она очень значима. Целью нашего проекта является развитие предпринимательской деятельности в аграрной сфере. То есть конечная цель – это, конечно, повышение уровня жизни людей, повышение благосостояния, создание новых рабочих мест. Но так вот, если взять, до нас довели, как и до любого региона, целевые показатели по проекту, у нас вот до 2024 года мы должны создать не менее 1636 субъектов малого и среднего предпринимательства в аграрной сфере. Это фермеры, это индивидуальные предприниматели, это личные подсобные хозяйства крепкие, сельскохозяйственно-потребительские кооперативы. То есть это вот все формы такой деятельности, которые позволяют человеку заниматься, зарабатывать средства и излишки произведенной продукции реализовать на… То есть как бы обеспечивать свой вклад в развитие продовольственной безопасности региона. Вот под эти средства запланирован, конечно, целевой показатель, то есть мы в обмен на средства должны создать рабочие места. В этом году, вот если 1636 – это до 2024 года, в этом году мы должны субъектов МСП в аграрной сфере создать 363 единицы. И взамен 34 новых постоянных рабочих мест они должны обеспечить, то есть предоставить людям работу. На это, на реализацию этих средств, этих целей выделены и федеральные, и областные средства, то есть финансирование областной в полном объеме обеспечено. Всего 81 миллион рублей на эти цели будет направлено. Половина из этих средств уже освоена, деньги уже на счетах предпринимателей. На что, на какие направления основной, конечно, самый значимый, существенный вид поддержки предпринимательства на селе в рамках вот этого нашего регионального проекта – это программа «Агростартап». То есть это гранты на начинающих, как бы скажем так, фермеров, те, которые стартуют. Это она направлена на тех, кто либо в этом году уже создался и зарегистрировался в фермерское хозяйство, либо намерен это сделать. До 4 миллионов рублей – это максимальная величина гранта. На самые приоритетные развития поддержка идет – это на покупку сельскохозяйственной земли, на покупку сельскохозяйственных животных, кроме свиноводства. То есть кроме свиней мы понимаем в связи с ЧАЭС, здесь ограничения федеральное правительство установило. На остальные формы покупки сельскохозяйственных животных все приветствуется, особенно мясомолочное скотоводство. Плюс это на приобретение сельскохозяйственной техники, это тоже очень значимый посадочный материал для закладки многолетних насаждений. Это вот первый форум поддержки, и мы уже первый этап «Агростартапа» провели конкурсный отбор. 52 заявки у нас активно сельские жители откликнулись на это. Из них вот прошло пока 12 заявителей, то есть конкурсная комиссия одобрила 40 миллионов рублей уже на счетах этих предпринимателей. Но районы, если интересно, это Мерикеский, Цельнинский, Майнский, Корсунский, Павловский, Старомайнский и Новомолоклинский районы. Вот предприниматели из этих районов уже воспользовались этой поддержкой. Но в основном это развитие мясомолочного скотоводства, растеневодства и рыбоводства. Вот на это потрачено средство. Ну и кроме этого, кроме «Агростартапа» это субсидии на укрепление материально-технической базы кооперативов. Там есть очень хорошие субсидии, это возмещение затрат до 50% на укрепление материально-технической базы. И на покупку специализированного автотранспорта, на закладку многолетних насаждений. Субсидии также предоставляются. Есть вот до 3 миллионов, есть до 10 миллионов рублей, там смотря на какое направление берешь. Очень востребованное направление. Заявки у нас уже поданы. И 1 миллиона 800 по этому виду поддержки мы уже перечислили тем, кто подал и правильно их оформил. И еще очень важное, серьезное направление поддержки, который в рамках проекта идет и нацелен на создание сельхозпотребительских кооперативов, то есть чтобы обеспечить сбыт сельским жителям излишков продукции, это возмещение части затрат, связанных с сбором вот этой продукции у населения. Очень важное направление. Там от 12 до 15 процентов возмещение этих затрат. И у нас уже вот областной кооператив воспользовался этой поддержкой. То есть практически по всем формам поддержки, которые представляет сегодняшний вот этот проект создания системы поддержки фермеров в развитии сельской кооперации, Ульяновская область уже участвует. И до конца, вот мы планируем до 1 декабря текущего года, буквально вот 16-17, на следующей неделе еще один, второй этап конкурса «Агростартап» пройдет. Мы еще планируем где-то 12 заявителей будут признаны победителями к конкурсной комиссии. Вот если говорить о мерах поддержки предпринимателей уже, которые не связаны с сельским хозяйством, да, какие для них есть меры поддержки? Ну, немножко, давайте я начну с другого, поподробнее по нашим проектам. Улучшение условий предпринимательской деятельности проекта, который не предусматривает в самом себе финансирование, и в принципе он завязан на корректировку нормативной базы. По каждому из проектов есть показатели, как и региональные уровни, но самый главный показатель, скажем так, надуровневый показатель, который касается всех пяти проектов, это численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, которая у нас к 2024 году должна составить 178 тысяч, это Паулянская область. То есть показатель, сейчас мы там приближаемся к 148 тысячам данный показатель, и он, вот этот показатель, как ключевой у нас установлен в региональном проекте улучшения условий, потому что именно оно должно повлиять на значение данных показателей. В рамках популяризации предпринимательства реализуются мероприятия, такие как «История симбирского предпринимателя», предпринимательство «Фотопроект бизнес в объективе», акция «Спасибо бизнесу», которая стала достаточно у нас такой интересной и достаточно часто проводится во всех муниципальных образованиях. Такое же направление, как вовлечение в предпринимательскую деятельность реализуется, то есть это тоже как меры поддержки, потому что реализуются комплексные программы по обучению, комплексные мероприятия по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства. Это и Лига школьного предпринимательства, и бизнес-поединки, и Международный молодежный бизнес-инкубатор, все вот находится в рамках популяризации. В рамках акселерации предпринимательства это, прежде всего, продвижение продукции региональных производителей, выращивание национальных бизнес-чемпионов, форум сделан в Ульяновской области, выведение субъектов малого и среднего предпринимательства на экспорт. В рамках акселерации у нас реализуется такой интересный проект, как Демистроградский индустриальный парк «Дипмастер», цель которого в дальнейшем – это создание площадей для субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть тоже мера поддержки. И основное тоже из направлений – это доступ к финансовым ресурсам. Тоже есть по нему установлены соответствующие показатели количества выданных микрозаймов, объем выданных микрозаймов. Вот как льготные микрозаймы в том числе предусмотрены для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в моногородах Ульяновской области. Вот такой вопрос. Уже можно подвести небольшие итоги реализации этого нацпроекта. Девять месяцев уже прошло. Можно уже какие-то подвести, может быть, похвастаться какими-то хорошими результатами и в сельском хозяйстве, и в целом по предпринимательству? Результаты есть. Результаты, я бы даже сказал, очень неплохие. Вот как раз мы сейчас к старту недели нашего нацпроекта провели аналитику. Со всеми муниципальными образованиями у нас утверждены дорожные карты по реализации наших проектов, установлены ключевые показатели. Муниципальные образования не только выполнили, но и перевыполнили. То есть выполнено абсолютно во всех муниципальных образованиях. Есть лидеры, которые перевыполнили данные показатели. Ну и в целом мы по многим показателям идем с опережением графика. Что в сельском хозяйстве? Можно я дополню тоже. По всем нашим показателям, которые мы планировали в рамках национального проекта, за 9 месяцев мы подвели недавно, буквально на днях, итоги этих 9 месяцев. Мы работаем не только с районами, а буквально с каждым поселением. И результаты нас порадовали. Все, что мы планировали на 9 месяцев, например, количество влеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в аграрной сфере, по плану на третий квартал у нас было 118 предпринимателей создать. На сегодня факт это 669 единиц. То есть значительное переуполнение и 9 месяцев, по сути дела, мы уже на 184% перевыполнили план годовой по этому показателю. Мы должны были принять новых членов в кооперативы, которые у нас созданы. У нас сегодня в регионе работают 80 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Что это? Это когда граждане объединяются в кооператив для решения той или иной своей проблемной вопросов. В основном это касается сбора излишков сельскохозяйственной продукции. То есть они объединяются в кооператив, кооператив обеспечивает. Так вот, развитие кооперативов мы за этот год 21 новый сельхозкооператив создали с районами области. Это говорит о том, что вся та работа, которая проводилась с 2010 года, то есть когда системная работа по инициативе губернатора Ульяновской области началась, в плане малых форм хозяйств на селе, она вот сейчас дает плюс федеральной поддержки, уже итог. И мы перевыполнили эти показатели по количеству принятых членов кооператива, планировали 100 за 9 месяцев. У нас сегодня 535 новых членов кооперативов вошли, получают поддержку от них. Через кооператив наше личное пособное хозяйство получает субсидии на молоко, на покупку коров, на покупку мини-теплиц, на строительство мини-ферм. Это я вот перечисляю те формы поддержки, которые у нас идут из областного закона о кооперации, который был инициирован губернатором в 2016 году. Это чисто наш областной закон. Вот это в совокупности дает то, что и федеральный проект, то есть показатели выполняются со значительным перевыполнением. Ну и вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. У нас план был на 9 месяцев 18 единиц, сегодня 134. То есть показатели выполняются, они даже как бы переуполняются. Но другое дело, мы понимаем, что за цифрами, за сухими, конечно, стоят люди. То есть самая главная задача, которую поставил президент России и губернатор Ульяновской области, это создание новых рабочих мест и ощутимая помощь этих людей, вот у нас в частности обычных сельских граждан, через реальные доходы, через повышение занятости, через повышение благосостояния людей. По вот тем формам поддержки, о которых я выше говорила. Вот чего мы добиваемся. Вот как раз следующая неделя тематическая. Может быть, на что будет основной упор сделан? Какие, может быть, основные мероприятия будут проводиться как раз для жителей и сельских районов, и областного центра? Позвольте? Да. Вот по нашей тематической неделе, по созданию системы поддержки фермеров, очень достаточно активно мы запланировали мероприятие на этой неделе. Во-первых, у нас во многих районах области центр компетенции, который создан тоже в рамках национального проекта для информационно-консульционного обеспечения, для оказания помощи простым гражданам на безвозмездной основе, составить бизнес-план, составить правильную заявку, чтобы включиться в поддержку, получить субсидии. Вот он выезжает в несколько районов области и работает напрямую с населениями, с администраторами сел, то есть с фермерами, которые получили и хотят получить поддержку. То есть они консультируют и будут в районах работать. Я провожу, в частности, как руководитель регионального проекта в Новоспасском районе, расширенные заседания проектной команды. То есть мы тоже рассматриваем все проблемные вопросы с каждым главой администрации поселения, с инициативными гражданами. Все приглашены и сельские старосты, то есть депутаты наши. Будем обсуждать, как идет этот проект. 16 и 17 числа у нас на базе Министерства агропромышленного комплекса развития сельских территорий будет проходить заседание конкурсной комиссии, на которой как раз и пройдет второй этап конкурсного отбора. Мы отберем претендентов, те, кто подготовил и подал заявки в министерство. Комиссии будут рассматривать и оценивать их бизнес-планы. Это очень важное мероприятие. Ну и мы планируем, что в субботу, 19 числа, на базе одного из районов области, скорее всего, это будет Павловский район, Юг области, губернатор посетит один из объектов, те, кто у нас стал победителем в агростартапе в первом конкурсном отборе. И мы доложим губернатору об итогах реализации этого нашего проекта за 9 месяцев в целом по области. И планируем, что глава администрации районов Южного Куста доложит губернатору о том, как реализуется проект, достижения, какие-то проблемные вопросы за 9 месяцев, каждый по своему муниципальному образованию. То есть мы готовимся к очень серьезному разговору с губернатором Ульяновской области. Спасибо. Да, тоже. В рамках малого и среднего бизнеса запланировано много интересных мероприятий. В целом я хотел вам сказать, что в рамках вот этой недели у нас порядка 110 мероприятий за неделю запланировано к проведению по всех муниципальных образованиях Ульяновской области, в том числе и посещение субъектов бизнеса, получавших какие-то поддержки. В том числе в городе Екатеринбурге состоится 16 числа Всероссийский форум предпринимателей, в котором наша область также будет принимать участие, планируется участие губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Запланировано посещение субъектов бизнеса города Димитровград, которые также получали поддержку. Это уже было озвучено. С большим селением пойдет в сельской местности. Это я сам несколько назвала, а на самом деле часть нашей команды работает именно в селениях, буквально с людьми, с фермерами. Часть чиновники больше отчета о проделанной работе, центра компетенций. Мы с торговыми сетями встречаться будем в плане организации сбыта продукции от малых форм хозяйственных селей, продвижения их в торговые сети. Поэтому мероприятия по самым разным направлениям. И я думаю, что оценка в итоге будет дана и населением области, и руководством региона. Прошу прощения, о чем я хотел сказать. В рамках стартующей недели национального проекта также стартует традиционная уже ставшая неделя предпринимательской инициативы, в рамках которой у нас бизнес-сообщество выдает свои предложения, инициативы по совершенствованию законодательства, по урегулированию каких-то моментов местного законодательства, регионального, федерального значения. И, соответственно, потом эти инициативы обрабатываются и получают какое-то наиболее интересное и правильное, и получают какое-то свое дальнейшее развитие. Ну и, естественно, дорогие зрители, следите за новостями в СМИ. Мы обязательно про это в течение недели будем рассказывать в наших материалах и сюжетах. Спасибо большое, дорогие гости. Наша передача подходит к концу. Мы с вами увидимся в следующую пятницу в 12. До новых встреч. До свидания. Продолжение следует...